друзья всем снова привет сегодня решили продолжить немножечко тему подсказок для стрельбы для снайпинга мы с вами в одном из видео рассматривали вот такую подсказку от американского производителя hawk hill custom эта подсказка крепится на кронштейн шпур вот в данном случае мы перенесли на квадрэйл потому что сейчас на этой винтовке мы тестируем кронштейны от российского производителя cnc guns custom к слову скажу на этой винтовке мы уже отстреляли с этим кронштейном порядка 500 патронов немного и немало все в порядке с нулем кронштейн держит продолжаем тестировать так вот к чему я все это вот этот американские американская подсказка она имела крепежные элементы именно для шпуровского кронштейна на кронштейне cnc этих элементов нет мы изготовили две гаечки конусные под кеймот и установили вот эту подсказку вот сюда на квадрэйл родной аишны в общем посмотрим как она здесь будет жить здесь у нас подсказка здесь у нас стоит уровень вот такой откидной в общем вот такая компоновка винтовки и так к нам приехали вот такие подсказки от компании роснайпинг ребята молодцы идут в ногу со временем сделали свои подсказки сразу скажу что комплекте у парней есть две карты вот таким таким образом я надеюсь будет видно карты разлинованы это такая прикольная фишка скажем так очень удобно расписать все по номерам целей по дистанциям и по поправкам одна карта меньше другая карта вот такая побольше здесь вообще все расписано цель дистанция вертикаль горизонталь на 10 целей я думаю что это будет очень удобно для стрелков также как и на одной из подсказок которые мы показывали все это дело крепится на велкро сюда вот таким образом и подсказка крепится за трубу прицела или же можно ее закрепить на квадрэйл винтовки кому как удобно давайте мы сейчас поставим вот наша подсказка стоит можно считывать дистанции вводить их барабанами поправок или же выносом по сетке стрелять значит что еще хотел сказать парни в комментариях писали ребята о таком гаджете незатейливом и дешевом как скотч ну любой стрелок высокоточник ребята кто занимается снайпингом знают как используется обычный малярный скотч на соревнованиях или на тренировках мы просто обматываем правую левую руку скотчем кому как удобно пишем маркером карандашом ручкой неважно поправки и соответственно при стрельбе их считываем это в принципе нормальный вариант так стреляют я и сам так стреляю и мы всегда с собой скотч возим потому что это удобно дешево быстро написал сорвал новый наклеил и стреляешь дальше но поработав какое-то время вот с такого плана шпаргалками на резинках или вот такие вот с таким типом крепления мы однозначно пришли к мнению что это удобней в плане стрельбы я сейчас объясню почему давайте немножко от темы отойдем мы показывали в одном из обзоров в распаковке вот такой вот такая подсказка эта петля тоже с velcro из пластиковой картой которая крепится на руку давайте и откроем сейчас мы рассмотрим поближе эта компания armageddon производит вот вот такая петелька она на velcro ее можно под любую руку вот зимнюю одежду под летнюю одежду то есть в принципе вот такая вот утяжка широкая широкая петля удобная посмотрим что наши заокеанские друзья нам кладут в комплекте здесь у нас есть две карты также на velcro то есть вот по такой схеме они крепятся или вот так можно закрепить или вот так вот что касается еще скотча мы сделаем маленькое еще одно отступление очень часто удобно писать не на самой карте а просто пишем на скотче и клеим скотч сюда потом сверху клеим новый или одираем или новый 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 но это тоже очень удобно вот и пока не забыл значит карта от роснайпинга и малая и большая они вот сама карта сам пластик он такой матовый то есть он не глянцевый как вот смотрим американский да я думаю будет видно он отсвечивает это глянец на нем невозможно практически невозможно писать карандашом то есть здесь нужно писать или маркером на водной основе что потом быстро стереть или клеить сюда скотч вот на этих картах от роснайпинга за счет того что у них сама поверхность она такая как шероховатая да здесь нет глянца очень хорошо пишут карандаши вот и карандашом писать удобно любым ластиком потом можно стереть или влажной салфеткой в общем удалить ваши предыдущие записи не составит никакого труда вот на этих вы карандашом не сможете писать только маркеры или обычный маркер или маркер на водной основе возвращаемся к нашей армагеддоновской штуковине две карты в комплекте тоже удобная опция и парни кладут еще два маркера один маркер насколько я понимаю это чтобы стирать записи и один маркер очень тоненький чтобы писать вот вот такая вот штука удобная и полезная для стрелков есть еще здесь в комплекте они кладут какие-то салфеточки я думаю что это спиртовые да это спиртовые салфетки чтобы стирать записи с карты так вот давайте продолжим давайте продолжим это мы сейчас уберемся немножко в сторону чтобы нам не мешало предположим предположим что у нас упражнения большой перенос много целей значит там 5 6 7 8 9 все цели у нас записаны вот на этой руке на скотче и цели записаны у нас вот на такой подсказки которая висит у нас на трубе оптического прицела я сейчас смещусь с этой стороны чтобы показать вам как это будет работать именно во вкладке когда мы уже заняли стрелковую позицию и так парни я вот сместился предположим что мы заняли нашу стрелковую позицию лежа у нас есть там длинный перенос длинный короткий неважно в любом переносе где 5-6 целей вот такие шпаргалки будут очень полезны и удобны предположим что у меня на этой руке скотчут я в данном случае одел вот эту армагеддоновскую ну предположим здесь скотч вот мы занимаем с вами стрелковую позицию мы с вами нашли цель цель наша далеко нам нужно и он удерживать хорошо вложиться в винтовку и вот в таком положении допустим я засомневался что вел правильной поправки хочу перепровериться посмотреть подсказку я вынужден буду оторваться то есть я потеряю вкладку железобетонно перекрестие мое уйдет с цели сто процентов много уйдет мало это уже другой момент но мы потеряем цель вот я должен буду оторваться если у меня на этой руке то есть я должен буду посмотреть если у меня на этой руке то же самое я еще сильнее оторвусь то есть у меня приклад уйдет от плеча практически но если у нас подсказки и поправки выписаны вот на такую таблицу то есть мы заняли стрелковую позицию да и я просто перевожу фокус зрения то есть я не двигаюсь я очень надеюсь что на видео это видно я здесь вижу свои поправки я вижу на карте огня дистанции я также вижу что у меня на барабанах поправок если мы стреляем там кликами вот и ну вот в данном случае в такой компоновке нам неудобно пользоваться уровнем потому что вот здесь у нас стоит уровень ну предположим что вот это вот мы сместим сейчас и вот эту откроем да и откроем наш уровень я занял позицию я не не двигаясь вообще не на миллиметр никуда я вижу все я вижу уровень то есть я понимаю завалена ли у меня винтовка я вижу свои поправки я вижу барабаны поправок и я вижу цель все мы не никуда мы не дергаемся никуда не смещаемся а вот эти все движения вот эти движения они уже меняют вкладку и нам нужно будет потом опять выцеливать выцеливать концентрироваться собираться для выстрела так что вот такого рода подсказки они работают реально мы какое-то время их тестили да это реально удобней парни вы попробуйте малярный скотч он остается малярным скотчем он имеет право на жизнь его нужно класть в рюкзак в сумку оружейную и возить с собой он пригодится вот это подсказка шпаргалка трус снайпинга стоит недорого я думаю что каждый стрелок себе ее может позволить сделано достаточно качественно в комплекте идет две карточки можете поставить маленькую можете поставить побольше опять же она на трубе приклада ее можно на любую сторону повернуть можно вот так поставить если это вы считаете удобным вот поэтому рекомендую попробовать на тренировках на соревнованиях я уверен что вы оцените вот эти шпаргалки и будете ими пользоваться да не всегда и везде они нужны но штука маленькая ничего не весит компактная закинули сумку в рюкзак пожалуйста таскаем собой и пользуемся вот друзья как-то так коротко попытались вам рассказать о вот этой новинке от рос снайпинга о практическом применении по отношении по сравнению с малярным скотчем или вот с такими шпорами на руку парни еще значит одна полезная такая стрелковая плюшка назовем ее так от ребят из рос снайпинга парни сделали вот такую так называемую лыжу это лыжа под сошки здесь уже она установлена для чего для чего нужна эта лыжа бывает такое что мы стреляем со всяких сыпучих грунтов это песок это щебень и так далее и сошки у нас зарываются в песок после каждого выстрела они закапываются еще сильнее заваливается оружие одна сошка заглубляется больше другая меньше то есть стрельба становится некомфортная непредсказуемая вот такая лыжа она вот в этих всех ситуациях делает стрельбу более комфортной более предсказуемой и выстрелы я думаю что более меткими сделана она из кордуры выполнена достаточно качественно здесь вот внутри я так подразумеваю находятся пластиковые две трубки вот с этой стороны эта сторона обеспечивает у нас точку опоры с поверхностью с которой мы стреляем здесь вот вставлена такая планочка скорее всего пластиковая потому что вся эта конструкция она очень легкая эти две трубки между собой соединены вот в этих местах резинками то есть чтобы мы могли удобно и быстро вставить сошки сюда имеется вот такой подвесик если нужно куда-то на ремель на рюкзак можно подвесить и собственно говоря носить с собой но и вот такой новый прикольный цветной лейбл роснайпинга тоже сюда вшит все очень качественно ровные строчки нитки нигде не торчат добротно сделана вот эта штуковина значит ребята сделали ее в трех размерах потому что как мы знаем сошки бывают разной ширины вот на нашей винтовке сейчас стоит самый маленький размер вот он как раз в аккурат подходит под вот эти атлас классические сошки четко они сюда становятся ничто нигде не болтается резинками здесь утягиваются эти трубки между собой есть чуть чуть побольше может быть для каких-нибудь лера сошек или им подобных потому что они пошире и есть еще больше вот сравнение вот так это выглядит ну вот такой вот гаджет полезные стрелковые не всегда и везде он нужен но повторюсь в ситуации когда вы стреляете из песка я думаю и допустим у вас нет собой стрелкового коврика под сошки вот эта штуковина она будет вашим незаменимым помощником мы сами еще пока их не тестили не добрались до них полевых условиях не стреляли но обязательно постреляем прям постреляем из песка постреляем с щебня и вам расскажем свои ощущения я думаю что это все будет работать и работать так как это задумано вот в производителем так что такая новинка тоже денег стоит недорого обратите внимание пригодится так что я надеюсь это видео было вам полезно и интересно спасибо за просмотр мы скоро с вами обязательно увидимся всем пока друзья